У Координационного центра два основных детища, но надо сказать, что есть еще и домен.дети, фонд «Разумный интернет», который его администрирует, был учрежден тоже Координационным центром, и поэтому КЦ так или иначе вносил свой вклад за вот эти два десятка лет своего существования в развитие, можно сказать, всех доменов верхнего уровня, которые создавались в России. Не всегда напрямую, но либо экспертиза, либо письма поддержки, всегда какая-то лепота от Координационного центра была. Вот вы сейчас сказали про доменную зону дети, и как раз-таки хочу вас спросить. В интервью 2009 года вы говорили о кибербезопасности и безопасности детей в интернете. Сейчас эта тема одна из ключевых в Координационном центре, и вот скажите, почему это особенно важно для доменных зон? Ну, для регистратур, наверное, да, доменных зон. То есть, в принципе, тема безопасного использования интернета не только для детей, а всеми слоями пользователей, всеми категориями пользователей, она во все времена остается актуальной. Действительно, в 2009 году, тогда я работал в РУЦентре, это был один из ведущих на тот момент, да и, собственно, и сегодня регистратор доменов России. И мы вместе с регистратурой учредили год безопасного интернета и занимались тем, что, с одной стороны, налаживали диалог между отраслью и властью, потому что тогда уже было понимание, что нужны механизмы саморегулирования в дополнении к тем законам, которые существовали, чтобы велась эффективная борьба с противоправным контентом. А с другой стороны, тоже стало очевидным, что мы не можем только, так сказать, запрещать, искать, ловить этот противоправный контент, снимать с делегирования такие доменные имена, но очень важно как раз научить наших пользователей критически относиться к той информации, которую они получают, и, собственно, самим анализировать информацию. А это лучше всего делать, начиная с самых, что называется, первых шагов пользователей в интернете. Поэтому мы тогда пришли в школы, тогда появилась инициатива единого урока безопасного интернета. Сегодня уже на законодательном уровне обсуждается введение именно уроков безопасного интернета, либо элементов урока безопасного интернета, какие-то другие курсы, школьные программы, но просвещение это было номер один, что в 2009 году, что сегодня. То есть в данном случае мы только сделали гораздо более массовыми те проекты, которые тогда, ну, собственно, были пионерами, пилотами. Сегодня уже широко известен ежегодный наш чемпионат. Изучи интернет, управляя им, в базе данных чемпионата находятся несколько десятков тысяч адресов. То есть несколько десятков тысяч школьников, преимущественно, прошли уже через этот проект. Это значит, что они познакомились с учебными модулями, посвященными разным тематикам. И плюс поучаствовали в самом чемпионате, он всегда проходит осенью, как в командном зачете. Это школьные команды, как правило, участвуют, так и в индивидуальном. Теперь хочу задать дословные вопросы 2009 года. В правильном ли направлении двигаются интернет-сообщества, интернет-рынок и заработок в нем, если все части этого рынка идут как бы на сближение? Вы раньше говорили, что сближение – это единственный способ сохранить интернет таким, какой он существует сейчас. А вот прошло 12 лет, получается, прошло, да. И что изменилось? Что можете сказать? Ну, изменилось то, что, если раньше мы говорили об этом скорее с теоретической точки зрения, что сохранность интернета – это важная задача всего ответственного интернет-комьюнити, сегодня уже об этом говорят руководители стран. В частности, тема сохранения интернета, именно как единой сети передачи информации, она поднималась впервые Эммануэлем Макроном в 2018 году на Всемирном форуме по управлению интернетом. В 2019 году его поддержала Ангела Меркель. И вот этот ответственный подход государств к регулированию интернета, ответственный подход всех стейкхолдеров, как мы называем, заинтересованных сторон – это и академическое сообщество, и техническое сообщество, сами пользователи, бизнес – вот все вместе должны подходить очень ответственно к этой теме для того, чтобы действительно либо где-то не перегнуть и не привести к тому, что, по сути, распадется сеть, и будет фрагментация интернета, либо, в принципе, доминирование какой-то одной из сторон над интересами других, оно тоже недопустимо, потому что оно, может быть, физически сеть сохраняется, но есть определенные у транснациональных корпораций возможности, по сути, в ущерб каким-то сегментам диктовать свои условия. Этого тоже не должно быть. Вот, собственно, задача основная, на самом деле, в противодействии возможной фрагментации интернета – это диалог, постоянный диалог вообще, что такое интернет-говенанс. Мы переводим на русский язык это как управление интернетом, это не совсем корректно, потому что управление предполагает некое воздействие, сверху вниз. А интернет-говенанс – это как раз процесс поиска общих решений, которые бы устраивали все стороны, которые либо зарабатывают деньги в интернете, либо пользуются им как источником знаний, ну и так далее, и так далее. То есть как раз это постоянный процесс выработки общих норм и общих подходов. И гармонизация подходов очень важна. Государство тоже по-разному видит, в зависимости от своей культуры, культурных кодов, населения, которое живет в этих государствах, оно по-разному видит регулирование, регуляторное воздействие на взаимоотношения, возникающие в интернете. И вот как раз гармонизация попыток, а они все чаще и чаще предпринимаются со стороны государств, она должна привести к тому, что должно появиться большее доверие, и, соответственно, когда мы будем жить в доверительной среде, мы сможем установить общие правила. Если уж зашла речь о государстве, давайте я задам такой вопрос. Вот сейчас они как, власти протягивают руку для конструктивного диалога, или все-таки ощущается некое давление? Важна ли роль Минцифры? Ну, Минцифры, безусловно, это отраслевое ведомство, но не единственное, которое влияет на регуляторику. И более того, в первую очередь, конечно, законодатели. Влияют на тот ландшафт правовой, в котором пользователи интернета живут сегодня и будут жить завтра. И я бы сказал так, что не нужно смотреть только на наше государство, потому что мы говорим о глобальном процессе, о глобальном интернете. Поэтому давайте посмотрим чуть шире и посмотрим, что все национальные правительства, так или иначе, национальные законодательства, парламенты, так или иначе пытаются начать регулировать отношения. Очень часто, вот наше правительство, кстати говоря, и Кремль заявляет о том, что необходимы международные нормы, которые будут приняты, ну, например, как конвенции определенные, да, или там, как международные договоры, будут иметь юридически обязывающие значения для тех стран, которые подпишут. Что важно, чтобы как раз подписали все такие документы. И, наверное, мы к этому придем, потому что без этого невозможно обеспечить ту же самую кибербезопасность, о которой так много говорится. Мы сегодня видим, что периодически звучат обвинения в адрес друг друга об организации кибератак, не обязательно направленных на пользователей интернета, иногда на какие-то критические важные элементы, там, системы энергообеспечения той или иной стороны, транспортной, транспортного обеспечения. И вот, конечно, вот эта вот атрибуция кибератак, она, установление, да, кто за ними стоит, она возможна только тогда, когда государства будут сотрудничать друг с другом. И когда будут общие нормы и правила. Поэтому не надо надеяться, что государство само придет и напишет идеальные законы. Без участия сообщества, без участия бизнеса интернета, без участия технорей невозможно написать законы, которые бы работали, и к ним бы не было претензий, что называется. То есть мы еще в 2012 году впервые договорились, я имею в виду мы как представители индустрии, договорились о том, что все законопроекты, которые проходят через профильный комитет Государственной Думы, они будут проходить техническую экспертизу. То есть есть экспертный совет, который объединяет самых разных участников этого процесса. То есть это и интернет-компании, и специалисты в области кибербезопасности, и дипломаты, международники. И вот через всех проходят законопроекты, и, собственно говоря, интернет-отрасль дает свою обратную связь на предложение. Другое дело, всегда ли прислушиваются, но тем не менее, по крайней мере, такой диалог выстроен, механизм работает. Периодически мне, как члену экспертного совета, приходит на экспертизу законодательной инициативы, которую мы описываем. И надо сказать, что не всегда даем положительные отзывы. Очень часто и с критикой выступаем, но с критикой конкретной. То есть мы пытаемся объяснить, какие риски может породить тот или иной механизм, который заложен законодателям. Или же, как, наоборот, эти риски нивелировать. То есть как можно изменить буквально несколько, что называется, слов в законе, чтобы он уже стал более рабочим. Хост-обзор, как и координационный центр, сегодня отмечает, ну, в этом году отмечает 20-летие. Вы еще тогда, 12 лет назад, заметили, что он из просто тусовки вырос в профессиональную конференцию. Сегодняшний хост-обзор – это что? Сегодня хост-обзор уже перерос в статус, скажем так, конференции. Сегодня это уже, я бы назвал это закрытым клубным объединением. Притом в закрытом, в хорошем смысле этого слова. Закрытым, потому что он объединяет исключительно профессионалов. Там нет лишних людей, нет людей, которые вот как бы с улицы зашли что-то просто так потусить. Если туда кто-то приезжает из новичков, то это, как правило, те, кто пришли в индустрию, как правило, начинающие хостинг-провайдеры, которые хотят действительно познакомиться с основными правилами рынка, с основными его игроками. И это лучшее место, где это можно сделать. Вот как раз в свое время по инициативе координационного центра хост-обзор перестал быть только конференцией хостеров, а стал еще конференцией хостинг-провайдеров и регистраторов доменных имен. Как правило, это регистратор и хостер, это одно и то же. Часто такое бывает, но не всегда. Иногда у нас есть компании, которые специализируются на регистрации доменов, а хостинг для них как сопутствующая услуга, но чаще наоборот. Тем не менее, сегодня эта конференция, она даже, вот если посмотреть на ее программную часть, она делится так строго на две мощные такие составляющие. Первый – это, конечно, хостеры, рынок хостинга, а второй день всегда начинается либо целый день посвящен, либо половина дня именно обзору рынка регистрации доменных имен, текущему положению. Притом, мне кажется, что год от года эта часть становится все более интересной. Мы меняем форматы, мы не всегда делаем какие-то скучные долгие презентации, иногда это проходит, и даже гораздо больший спрос есть на обычную дискуссию, двух, а то и трехчасовую дискуссию. Иногда мы можем прерваться на кофе, иногда прямо в процессе люди наливают кофе, чай, садятся за стол и продолжают дебатировать не только друг с другом, но еще и с приглашенными спикерами. Мы пробуем всегда так, чтобы каждый раз была новая тема, и приехал очень крутой, что называется, на эту тему спикер. У всех и регистраторов доменов, и хостеров всегда очень много вопросов, связанных как раз с изменениями законодательства, с защитой персональных данных, с соблюдением законодательства в этой сфере и так далее. Поэтому обязательно юристов приглашаем. Разработали мы методологию оценки доменных имен, мы пригласили специалистов по оценке интеллектуальной собственности, чтобы они рассказали об этой методологии, как ее разрабатывали, тоже были большие дискуссии, ну и так далее. То есть каждый год какая-то новая фишка в программной части, которая позволяет хост-обзору действительно оставаться тем самым закрытым клубом, потому что есть интерес у тех, кто приезжает на конференцию, не только вот этот нетворкинг, да, общение, которое тоже очень важно, безусловно, но еще и что-то новое. А что сейчас происходит с рынком доменных имен, с первичным и с вторичным? Ну, кстати, надо сказать, что вообще я бы разделил этот вопрос на два. То есть если с первичным рынком все более или менее понятно. 20-й год, год пандемии, показал, в общем-то, во всех национальных доменных зонах некий спрос, повышенный на доменные имена. Почему? Особенно в Европе это было заметно. В Европе не так много было малого и среднего бизнеса в интернете, то есть очень многие работали, кафешки, не имея своих сайтов, например. А в России за счет, между прочим, того, что у нас очень доступный интернет, при том как интернет с точки зрения доступа к нему, так и интернет-сервисов, интернет-услуг, у нас, как правило, любое маломальское предприятие, открываясь, тут же создавало себе сайты. Особенно на бесплатных CMS-ах и так далее. Поэтому у нас не был такой прям скачкообразный рост, но мы его заметили. Особенно в апреле, мае, июне, когда вот была такая жесткая достаточно пандемия, локдаун был настоящий, бизнес начал активнее создавать свои сайты и даже из соцсетей, в общем-то, занялись, что называется, своим представительством в интернете, разнообразием своего представительства. В итоге домен.ру по итогам 2020 года прирост, хоть и незначительно, меньше 1%, но был прирост. С доменом.рф мы по-прежнему пока наблюдаем ежегодное небольшое снижение. Связано это с нерешенной проблемой, в первую очередь, конечно, в первую очередь с нерешенной проблемой универсального принятия доменных имен. Это отмечает все регистратуры IDN-доменов, доменов, записанных символами национальных алфавитов, поскольку не видят сервисы их полностью, тот же Facebook при проставлении домена кириллического, меняет его на XN-минус, его дальше ASCII-код стандартный, латинский, абракадабра такая получается. Это, конечно, неудобно. Маркетологи жалуются на то, что им приходится работать с кириллическими доменами в таких сервисах, преобразовывая сообщения в картинки, чтобы домены сохранили свой вид. Плюс электронная почта. Она по-прежнему не работает, и это является важным, значительным, сдерживающим развитие таких доменов-факторов. Мы в прошлом году, поскольку был год юбилейный, десятилетие кириллического домена РФ, запустили специальный проект «Поддерживаю.РФ». Он направлен в первую очередь на разработчиков, на программистов, на тех, кто создает сервисы, приложения и так далее. И мы как раз там обучаем разработчиков тому, что нужно сделать, чтобы их сервис полноценно поддерживал кириллические домены. Ну, нас интересуют в первую очередь кириллические. Ну, а на самом деле все другие у нас по-прежнему. Одними из наиболее популярных являются домены с арабской вязью, иероглифы и так далее. Если говорить про вторичный рынок, это вот было в первом вопросе еще, есть снижение, конечно, стоимости, средней стоимости сделок. Это понятно, что у нас, собственно говоря, экономические проблемы, как правило, очень хорошо видны сразу и на доменной индустрии. Поэтому количество сделок, я бы не сказал, что резко упало, но снизилась стоимость вот этих сделок со средней, средний чек, что называется. И премиальные домены, они по-прежнему в цене, домены, которые совпадают, то, что мы говорим, слова из словаря, общеупотребимые слова. Такие домены, они домейнеры, профессиональные доменные инвесторы, держат их в своих портфолио, продают по-прежнему дорого. Каждая такая сделка среди профессионалов рынка, она достаточно широко освещается. И мы видим, что, в общем, здесь вторичный рынок никуда не делся. А какова сейчас тенденция с администраторами? Увеличивается ли их число или, может быть, наоборот, уменьшается? Ну, в зоне РУ число администраторов доменов растет. И это, кстати, очень хороший показатель, потому что мы можем говорить о том, что раз растет немного число доменов, но значительно больше число администраторов, это значит, что меньше киберсквотеров в зоне РУ, это значит, что чаще регистрируют домены конкретные, конечные потребители. Это не обязательно физлицы, это и юрлицы, у которых может быть от одного до десяти доменов, это самая распространенная категория, у каких-то организаций, может быть, и больше, если они для всей своей линейки товаров и услуг, допустим, регистрируют отдельные доменные имена. Но это конечные пользователи, которые регистрируют домены не в спекулятивных целях. И это, в общем, хороший показатель. В домене РФ снижается число администраторов, но на самом деле снижается и само число доменов. Поэтому здесь это обычный корреляционный процесс. В 2009 году вы говорили, что примерно 35% доменных имен используются не по назначению. А сейчас что происходит? Ну, оговорюсь, наверное, не по прямому назначению. То есть очень часто вообще у нас споры бывают, что значит назначение доменов. И мировое сообщество периодически обсуждает инициативы. Например, недавно Австралия предлагала, что если домен больше года не используется, то считать, что он вообще не используется по назначению, и аннулировать такую регистрацию. Но в итоге не стали вводить эти правила. Хотя периодически говорят, что зарегистрировал доменный инвестор сотни, а иногда и тысячи доменных имен, и никак их не используют. По сути, он выводит хорошие доменные имена из гражданского оборота. Те, кому они нужны, они ими воспользоваться не могут и вынуждены что-то еще придумывать. Но, с другой стороны, доменный рынок настолько предлагает много возможностей, и, в общем-то, поле для фантазии достаточно большое. И поэтому, наверное, в этом нет никаких проблем. Поэтому пока мы таких жестких мер никаких даже не рассматриваем введения, чтобы неиспользуемые домены через какой-то срок аннулировать их регистрацию. То есть они остаются у их владельцев. Другое дело, что, если раньше мы говорили о третье, действительно, где-то доменов, которые не по прямому назначению. Прямое назначение – это адресация на сайт, это использование для корпоративной почты. Ну, даже паркинг доменных имен, все-таки это, когда там размещается какая-то информация с какой-то полезной, может быть, иногда рекламного характера информации, но, тем не менее, что-то под доменом, что называется, расположено. Вот это было прямое использование. Сегодня мы говорим о том, что у нас порядка 20 только процентов доменных имен, ну, скажем так, никуда не адресуют. Это даже меньше, уже даже меньше тенденции есть к тому, что снижается. Это тоже понятно, почему происходит. Доменный бизнес, именно бизнес доменных инвесторов перестает быть очень привлекательным. На рынке вторичном, профессиональном остались только те, кто работает на нем уже много лет, у кого уже хорошее портфолио сформировано, тех самых общеупотребимых слов. Новичков почти нет, стоимость регистрации была в 2017 году повышена, это стало определенным барьером для появления новых доменных инвесторов, потому что содержать большое портфолио дорого. Приходится ежегодно проплачивать продление регистрации, и вот с учетом того, что были повышены цены, это немножко очистило зону от вот таких спекулятивных регистраций. Поэтому сегодня количество неиспользуемых доменов, оно существенно снизилось по сравнению с тем, что было в 2009 году. В 2009 году вы говорили, что проблема киберсквотинга – одна из ключевых и актуальных проблем. Сейчас как-то удалось ее решить, и что сейчас происходит с этим? Уже в 2009 году был перелом, потому что в 2008 году вступил в силу новый гражданский кодекс, в нем появилась четвертая часть, полностью посвященная вопросам защиты интеллектуальной собственности. И там было прописано, и как раз очень много продомена. Более того, некоторые нормы, которые в 2008 году были введены, в 2009 были отменены, поскольку они помешали выходить на российский рынок, например, крупным международным брендам, которые раньше на нем не были представлены, или были представлены, но их товарный знак не охранялся на территории Российской Федерации. Там была такая норма, которая, в общем-то, самими разработчиками четвертой части ГК была продумана в интересах как раз владельцев доменов, чтобы избежать обратного захвата доменов, и запрещала она регистрацию товарного знака, если уже существует такой домен. Но оказалось, что она сыграла на руку как раз тем самым киберсквоттером, потому что они-то знали все популярные бренды, которые в России так или иначе представлены, очень внимательно следили за новостями, так называемая событийная регистрация доменных имен, это когда что-то происходит, те, кто профессионально специализируются на захвате привлекательных доменов, они тут же их регистрировали на себя, и такая норма мешала выйти крупным международным брендам на наш национальный рынок, и в итоге она была отменена. Но по большому счету тогда уже было заложено сначала в законодательстве, а потом уже и судебная практика это подтвердила, что владелец товарного знака, если доменное имя нарушает их права, а там есть определенный набор условий, судьи расписывают, там и высший арбитражный суд расписывал, как надо рассматривать доменные споры, и дальше чуть позже появился суд по интеллектуальным правам, который выполнял функции кассационной инстанции для доменных споров, и, соответственно, была сформирована очень мощная судебная практика, в том числе и благодаря Координационному центру, потому что сначала первые все запросы КЦ часто привлекался в качестве третьего лица, для того, чтобы дать необходимое пояснение суду, и вот мы расписывали на первых трех-четырех страницах, был текст, который рассказывал, что же такое система доменных имен, что такое доменное имя, какое отличие, чем отличает сайт от домена, то есть просто просвещали судей, рассказывали, такой ликбез был, именно технический. Практика сформировалась, я считаю, достаточно успешной. Сегодня, если действительно киберсквотер нарушает права товарного знака, чаще всего у нас доменные споры идут именно с владельцами товарных знаков, реже фирменных наименований, и совсем редко, поскольку их вообще мало в России, это наименование местопроисхождения товаров, и вот сейчас совсем недавно появились географические указания, такой новый объект интеллектуальной собственности, по нему еще вообще не было судебных споров, ну, доменных, я имею в виду, ну, думаю, что не за горами и споры, связанные с географическими указаниями, безусловно. Так вот, в принципе, суды встают на защиту правообладателей, и, как правило, домен получает тот, кто должен по праву им обладать. Какие прогнозы вы можете дать на ближайшие несколько лет, как будет развиваться индустрия доменов? Вот, например, раньше вы говорили, что будет расширяться спектр услуг, в том числе и регистраторы могут предоставлять новые зоны для регистрации доменных имен. Что сейчас? Будет ли что-то подобное расширяться спектр услуг? Ну, вообще, если честно, я могу сказать, что по-хорошему, наверное, вот такой в классическом виде бизнес регистрации доменных имен, это уже перестанет быть бизнесом. Наверное, в скором времени это будет какая-то такая базовая история, именно связанная с интернет-адресацией, которая будет просто входить в какой-то вот комплекс более глобальных сервисов, что называется, набора сервисов. Наверное, я думаю, что будет, с одной стороны, все упрощаться для пользователя, ну, чтобы ему не нужно было задумываться о многих составляющих, да, там, работы его интернет-представительства, чтобы он будет обращаться в какую-то организацию и там получать вот весь спектр услуг от подключения к интернету для своего офиса и заканчивая веб-представительством, сайтом или какие-то еще формы этого веб-представительства. И, соответственно, там же будут домены и корпоративные адреса электронной почты и все остальное. Мне кажется, что для пользователей все станет проще, а для компаний, наверное, сложнее, потому что вот те сервисы, которые сегодня отдельные предлагаются, они все-таки отойдут уже как базовые, как инфраструктурные, их уже просто так пользователю не продашь, только как часть более интересного пакета. Но это если, как мне видится, да, потому что если бы у меня был магический шар, и можно было бы заглянуть туда, потому что здесь очень много будет зависеть от того, как, в принципе, будет развиваться IT-сектор, интернет-сервисы, какие требования будет через уже пять лет общество предъявлять к этим сервисам, какие будут регуляторные механизмы работать, как государство будет регулировать эту сферу. Очень много, может быть, вводных факторов, которые, конечно, будут влиять на дальнейшее развитие событий. Андрей, гвоздь сезона. Вы говорили, что пользователь не может зарегистрировать свой домен на два и более года, и для этого нужно принять решение многолетней регистрации на уровне координационного центра. Как сейчас? Будет ли приниматься какое-то решение? Удалось ли что-то сделать? Когда я это говорил, я работал в компании-регистраторе доменных имен, как известно. И вообще вот эта трансформация, которая произошла, то, что я перешел работать в координационный центр, который является в определенном роде регулятором для регистраторов, конечно, ты начинаешь смотреть на некоторые вещи с другой точки зрения, под другим ракурсом. И иногда свои даже былые установки, которые ты считал 100% железобетонными и верными, ты пересматриваешь. Потому что по-другому видится ситуация, по-другому совсем видится проблема. Сегодня трудно ввести. Можно, можно. И это, кстати, ничего не мешает делать самим регистраторам. Такой сервис вводить, многолетнее продление. Другое дело, что если ввести вот его в чистом виде, что сегодня ты зарегистрировал домен у одного регистратора, но дальше можешь его перенести, а оплату ты-то произвел за 2 или 5 или за 10 лет тому, вот что делать с этой оплатой, как должны следовать денежные средства, этот вопрос остается открытым. И поэтому регистраторское сообщество, в общем-то, не поддерживает пока идею внедрения многолетней регистрации. Ну и не только это. То есть дело в том, что, если мы говорим про большие этапы, там 5 лет, 10 лет, может произойти все, что угодно, примеры есть, прекращают свою работу аккредитованные регистраторы по разным причинам, кто должен оказывать этот сервис. Поэтому пока, наверное, в текущей модели регистрация домена на один год с последующим ежегодным продлением является оптимальным. Ну что же, тогда я думаю, что мы можем подходить к завершению нашей сегодняшней беседы. Спасибо вам, Андрей, за то, что так приятно и полезно провели с нами диалог. И поздравляю вас тогда с юбилеем Координационного центра. Вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.